Творилось это не передать, не описать. Представляете, сколько орудий, сколько всего стреляли. Потом пошли танки, зажигли прожектора, ослепляли противника прожекторами. Потом пошли танки, ну и потом прорвали оборону и пошли дальше. Вера Зубченко не просто свидетель времен разгрома немецко-фашистских войск. Живая легенда. Она лично обезвреживала немецких солдат и, как правило, с одного выстрела. Еще девчонкой в 17 попала в снайперскую школу и почти сразу фронтовой путь. Сначала Ленинград, после Латвийская Прибалтика и здесь ранение. Мы решили отползать. И вот отползли снайперская пара вперед у меня, в торжею. А я поднялась в торжею прыгать, она у меня в то время раз и поясницу. Да хорошо, что меня там пуговица в нашей небе. И отстреляли пули разрывные. Если она разрывется, так все. Ну и в пуговицу. Ну вот я в торжею собралась. Все. На помощь прибежали санитары и оттащили Веру на безопасное расстояние. Фронтовичка вспоминает. В госпиталь ее везли на лошадях. Немного подлечившись, оттуда пришлось убежать, чтобы не забрали в другую роту. Добрались до своей части. Потом нас перебросили в Белоруссию. Значит, с Латвией мы шли пешочком в Белоруссию. По 50 километров в сутки. Вот. Пришли в Белоруссию. Ну, в Белоруссии там готовились к наступлению. Вот. Приходилось так ей оборону держать. Женская рота снайперов, или, как говорит Вера Корнеевна, девчат, прошла огонь и воду. Они спасали жизни, выручали в самый сложный момент и нередко наводили ужас на фашистов. Но и для женской снайперской роты война не прошла без потерь. Из 30 девчат погибли семеро. А мы девчат сами их родили. Помню, обстрел был сильным. Мы двух девчонок хоронили. Вот. Такой лёжа на животе. Копали могилы. Сапёрными лопатками копали могилы. Потом населили туда травки. Всё это лёж. Ползали. Подняться нельзя было. Вот. Положили. Марио лицо прикрыли и закопали. Победный май Вера Корнеевна встретила в Берлине. Спустя 76 лет с гордостью вспоминает тот день, когда объявили. Война закончилась. Победа за нами. Как началась стрельба, то с пистолетом, то с винтовки, что с чего. Стреляли до утра. От радости. Видела Жолкова. Вот. В Польше. Встретились. Но он такой. Безуматерка слова не скажет. Грубый мужик. Сейчас Вере Корнеевне 96 лет. Она признаётся, что лишний раз не любит говорить о войне. Уж слишком сильно воспоминания бередят душу. И не раскрывает тайны, сколько фрицев уничтожило. Снайпер Великой Отечественной убеждена. Навык метко стрелять – хорошее дело для войны. А для мирного времени куда важнее уметь любить. Сегодня у алтайской снайпер-фрау, так называли немцы женщин-снайперов, семь внуков и правнуков. И она продолжает радоваться жизни. Анастасия Бертенёва, Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.